Дорогие мои, добрый день, добрый вечер, доброе утро. Я не знаю, у кого какое время суток, но вот я сегодня на Валберс приобрела за пол стоимости от первоначальной цены вот такое средство от фирмы Сэмэли. Да? Вот такая красота от фирмы Сэмэли. Это термозащита для ваших волос. Вот. Несмываемый крем-спрей для волос. Вот. И сейчас я решила его испробовать. Вечер. Я дома, в такой непринужденной обстановке. Вот. Помыла голову, волосы. И сейчас я пристану перед вами вот такая раскрасавишна. Вот такая раскрасавишна. Вот такая вот. Расчешу свои мокрые волосы. Вот такие вот волосы. Вот. Никто, наверное, не узнает, Лену, лето в таком варианте. Вот такая я, вот такая вот. Вот мои волосы. Говорят, Лена, какой длины у вас волосы. Вот такой прекрасной длины. Благодаря тому, что я их спалила. Что я вот сушу феном просто так без защиты. И вдруг тут поняла, что есть защита. И думаю, чего бы не попробовать, чтобы не поберечь свои волосы у меня. Чего бы мне это не применить средство для себя вот так, да. Не испробуйте его на своих вот этих волосах, которые уже просто вымучились. Они уже от всяких препаратов, от всяких красок. Вот. И от фена, конечно. Я, бывает, грешна сушу феном волосы. Люблю. Мне нравятся пышные волосы после фена. Такие, прямо такие летящие, воздушные. Вот. Ну что, расчесала я волосики, да. Сейчас тут написано, что надо просто взять это средство. Его можно распылить на волосы. Так. Его можно распылить на волосах. Его можно нанести просто так. На кончике и заключаю при корневого вот этого пространства. То есть на корни нельзя ни в коем случае. Вот. Ну что. Беру я вот так вот дозатором вот так вот на ладошечку. Ну, я считаю, что это самый лучший вариант. Вот. Удобный такой. Чтобы не попало это средство мне на корни волос. Ну что, я возьму вот так вот. Вот. Между ладошек вот так разотру. И, собственно, приступлю. Вот я. Вот. Каждый вот так вот волосочек я обработаю. Вот. Некоторые от Леночка. Вы, наверное, лысая, да? Парик выносите. Хвост выносите. Ну вот, смотрите, вот. Ну, не лысая. Бог миловал, как говорится. Хотя могла бы уже. Столько мои волосы видели красок для волос. Столько они видели фена пересушивающего. Вообще, есть такие красители агрессивные для волос, от которых волосы просто у блондинок отваливаются. Бывает такая оказия. Вроде покрасишься и цвет красивый белый-белый-белый. Но только думаешь, какой ценой этот белый-белый достался. Вот. Ну, а сейчас вот. Вот. Так. Сейчас я попробую дальше. Вот тут сообщения идут. Они не будут на видео видны? Нет, да? Так. Ну что? В общем-то, сейчас я вот беру вот так вот. Попробую даже. Вот так вот. Но это не на себя, конечно, надо. От себя. Чтобы не попало ни в глаза, никуда. Нет, так неудобно. Это неудобно. Конечно, лучше вот так вот. Вот, в ладошечку. Вот. Расчесочкой вот распределить. Сейчас надо фен включить. Вот сейчас мне фен. Мой ассистент достанет фен из коробочки. Я его подключу в розеточку. Ну, вот я думаю, что вот столько, наверное, хватит средства у меня. В принципе, у меня волосы не такой большой длины, да? Вот. Сейчас вот так вот нанесу. Вот так тщательно я пройдусь по волосам, избегая прикорневого пространства. Ой, ну мне нравится уже, вы знаете, вот, судя по тому, что я сейчас делаю, мне так прямо нравится вот именно вот влияние на волосы. Волосы такие защищенные становятся такие. Волосы такие прямо хороши-хороши. Да, и пахнет очень вкусно, кстати. Запах бесподобный. Очень хороший запах у этого средства. Но вы у меня привыкли видеть такой нарядный. А сегодня я в халатике, в такой домашней обстановке, можно так сказать. Ну, я думаю, что суть тут не в моей красоте, не в красоте моей прически, а, собственно, в самом средстве. Вот, беру расчесочку, беру такую расчесочку и начинаю волосы расчесывать. Вот, как написано по инструкции, да? Сейчас мы их прочешем. Волосики хорошо-хорошо. Вот, каждый волосочек обработан будет составом. Ой, мне нравится. Ой, как мне нравится уже. Вот я прямо вот берусь за волосы. Здоровые волосы, представляете? Не сухие вот патлы такие, вот знаете, вот как собаки драли. А вот прямо такие живые волосы, как кератином покрытые. Ой, красота, красота. Я чувствую, как смазка на волосах, вот прямо такая приятная. Нелипкие, вот надо отметить. Как-то прямо приятно, мне приятно. И запах вот нерезкий, ненавязчивый. Какой-то такой благородный запах. Ну, то есть, если потом от вас будет этим пахнуть, то это очень приятно. Довольно-таки. Мы, девочки же, любим всякие прибамбасики, да? Любим запахи, духи, спреи там любим, да? Вот все такое. А это, представляете, вот будут у вас волосики так пахнуть вкусненько. Ой, я сейчас на Валечку легкосуку что-то сама себе напомнила. Похоже, ягода малина, которая пела. Вот, у нее такая прическа была, вот так волосы у нее были. Когда-то я была на ее концерте даже. И мне так понравились. Какие у нее красивые ноги у Вали были, царство небесное. Я таких ног ни у кого не видела в жизни. Очень красивые ноги были. И сама хорошенькая, красивенькая такая. Брянск она к нам приезжала. Так, гастроли. Так, ну что, ребятки. Беру я вот такой фен свой домашний. И что? Начинаю я сушить волосики. Вот. Вот смотрите, что с ними происходит. Вот так я сушу. Сейчас по-моему, я ее включу. Сейчас я по-моему, что. Да, конечно, когда-нибудь покрытие, волосы прямо летят в разные стороны. Правда, разлетаются у меня. А здесь они такие тяжеловатые. И такие сочные такие какие-то волосы. Здоровые. Как их даже, вы знаете, как ощущение, что увеличились они в количестве. Потому что какое-то вот улучшение качества идет. Ой, кресло бесподобное. Слушайте, мне прямо нравится. Я прямо в восторге. Чего ж я раньше-то о нем не знала. Конечно, мне надо волосы покрасить. Я их покрашу. Вот. Я их берегу зимой. Не красу корни, как стараюсь держаться. Чтобы к весне у меня были здоровые волосы. Сзади, ну, они восстанавливаются от красителей. Вот. Ну, в принципе, мне нравится. Вот темный прикорнил вот этот вот цвет. Он меня делает ярче, все говорят. Эффектнее. Вот. Кстати, у меня волосы после Кашпировского очень сильно потемнели. За одну ночь засыпала я русая. Посмотрела сеанс Кашпировского. И проснулась уже шатенка темная. Я работа пришла, все в один голос, стали говорить, Лена, зачем ты покрасилась? Играй давай обратно. Я говорю, ну что? У меня мои волосы. Они говорят, нет, ты черная прямо стала какая-то. Ты врешь, говорит, ты красилась. Ну вот. Так, что кто-то верит, Кашпировского кто-то не верит. Что это существует. На самом деле все это есть. Я теперь его боюсь, это его показывают. Я не смотрю на экран. Вот. Есть сила у человека какая-то неземная, незнакомая нам не ведомая. Так. Угу. Так, ну что. Рекламирую я не с Ника Шпировского, конечно. А рекламирую я средства для волос. Для термо-заспута. Да, супер. Вам не нравится. Смотрите. Сейчас я фен выключу. Да? И смотрите, что я сейчас вот. Сейчас я попробую волосы расчесать. Ой, какая прелесть. Слушайте. Ой, супер вообще. Сейчас же зима. Волосы настолько наэлектризованы, пересушены. Мне прямо вот вообще, буквально недавно я, прямо как мысли мои, прочитал кто-то. Да? И на глаза мне попалось это средство. Вот. Которое я заказала на Валберес. Вы представляете? Я так расстраиваюсь в этом году. Какие-то волосы непослушные стали. Сухие. Электризуются. Вообще так очень сильно электризуются. У меня такого никогда не было. Вот. А это прелесть. Представьте, здоровые волосы. Блеск какой у них. Вы представляете? Вот возьмите дома сейчас вот помойте голову и посушите просто феном. И сравните мои волосы, да, вот такие вот красивые, со своими сухими волосами. Вы представляете, какая-то находка для людей, посещающих бассейн. Вот. Вот это средство, вот это вот, находка просто, я вам говорю. Для людей, посещающих бассейны, фитнес-клубы, да, залы спортивные всевозможные. Женщины, женщины, мужчины. Все же моются обязательно. Поты свои смывают, да. И, конечно же, страдают волосы. От такого частого мытья. Особенно в бассейне. Вот. Люди, кто в бассейн ходят, знают не понаслышке, что такое влияние хлора, да. Какой хлористушивающий эффект оказывает на волосы. И вы представляете, вот такое средство нанести после того, как вы вышли из бассейна и пошли помылись. И вы представляете, как это здорово, что вот придумали вот такое средство. Такую термозащиту. Да, что можно взять, нанести и посушить феном. И одновременно, что это же прямо защищает волосы средство. Это просто прелесть. Я потом вам дам прямо описание этого средства. Вот. Под видео моим будет описание этого шикарного средства. Девочки, мальчики, покупайте. Ой, вы посмотрите, у меня волос таких отродясь не было. Я мыла вот волосы яйцом, хлебом, да. И вот лечила их так. У меня вот такие волосы были от этих средств. Но вообще это не сравнится все равно. Средство уникальное. Волосы прямо в такой защите находятся. Такой прямо вот оболочке какой-то. Просто в оболочке. Ой, красота. Мне захотелось нарядиться. Я вот сейчас подсушу еще. Так. Такая красота. Ой, какая красота. Янечка, какая красота. Янечка, какая красота. Это чудо. Это просто прелесть. Ой, девчонки, вообще покупайте. Я вот вам, я на лето говорю. Покупайте, такое твое. Яночка желанками или желанками, говорит Брянск. Я вот что зря не посоветую, честно. Я не помню не учусь, что мне самой нравится. Что мне подходит. Если у средства плосой, я бы сказала плосой. Я вам говорят, что вы вот видите же мои волосы, да? Вот. Это же вообще дивные какие волосы. Какие волосы. Ой, прелесть. Просто прелесть. Просто прелесть. Вы же видели меня, да? Я какая вот на видео, на фото. Вот у меня сухие волосы. Все-таки они сухие. Я даже думаю, может плоский не помыть. Который я носу плос, прикалываю. Вот интересно, как они будут на искусственных волосах смотреться. Вот эти элементы, в смысле, как они повлияют на искусственных лед. Я даже прямо проведу эксперимент. Обалденно. Просто. Просто прелесть. Я так довольна этим средством. Всем рекомендую. Всем рекомендую это волшебное средство. Термозащиту от Семили. Вот, видите, да? Показываю вам. Термозащиту. Термозащита с юной лета. Представляете, как будто лето вернулось. Как будто мои волосы видят кислород, питание, витамины. Вы представляете? Что это волшебный такой эликсир? Ммм, красота. 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 Видите, какие качественные волосы? Видите? Видите, да? А сейчас я эти волосы накручу на бигуде. Вот. Это средство не смывается. Оно остается на волосах. Вот, несмываемый крем-спрей. Несмываемый. Пожалуйста. Видите, вот написано. Несмываемый крем-спрей для волос. Вот видно вам, да? Вот я показываю. Не знаю, насколько видно. Лампа у меня тут горит такая. Сейчас, может, я режим лампы другой задам. Сейчас посмотрю. Или белый оставить. Оставить белый режим лампы. Ну, я могу и другой включить. Сейчас я включу цветной режим лампы, чтобы вы посмотрели. Так. Как вам больше понравится. И вот все время держу в поле зрения вашего. Вот это средство. Чтобы вы видели. Так. Вот так вот. Вот так лучше видно средство. То, что белая лампа засвечивает. А это вот прямо лучше. Лучше, лучше. Вот. Вот такое средство. Уникальное средство. От Лены Лето. Из интернета. Вот будете знать. Будете пользоваться заказом Валберес. Вот с 50% скидкой. Сейчас скидки 50% действуют. Выгодно очень покупать. Когда-то средство было дорогое, недоступное многим. А сейчас вот вы можете приобрести такое средство недорого. Я напишу, сколько оно стоит. Ссылочки. Посмотрите сами. Вы представляете, какая красота. Какая красивая. Вообще прелесть. Я сама себе нравлюсь. Просто нравлюсь. Вы знаете, вот после баньки вышел вот такой вот, да. Расчисал волосики. Нанес вот этот состав. И ты прямо с такими хорошими. Не надо даже салон. Представляете. В салон не надо идти, чтобы тебе покрыли кератином и прочим, и прочим. Вот. В общем, такая помощь волосам на дому прям сразу. Скорая помощь для волос, я считаю. Она должна быть у каждой девочки. У каждой. На ее таком, как говорится, косметическом столике. Вот. Девочки волосы свои сейчас любят, берегут. Волосы – это украшение женщины. Это лицо, как говорится, вашего образа, да. Ну, так вот, скажем, обрамление, рамка красивая для вашего лица. Волосы, да. Здоровые волосы должны быть. Вот сейчас не в моде вот эти попаленные, посеченные волосы. Сейчас столько средств, но это уникально. Это что-то вообще от Сэмэли. Пожалуйста, фирма Сэмэли вот такая. Найдите ее на Валберес и закажите. В интернете найдите. Выйдите. Я ссылочки сделаю на них. Ой, спасибо Богу, Господи, за такие подарки из интернета. Сейчас в интернете бывает столько подделок, столько дребедений всякой. А это, ну, прямо качественный продукт. Вообще удивительный продукт такой для ваших волос. Правда, скорая помощь для ваших волос. Всем рекомендую. Да. Сейчас я накручу бигуди. Потом покажу, как бигуди себя ведут. Как они прическу держат. Вот это средство, как помогает сохранить прическу. Да. Так, это я режимы разные лампочки пробую. Записываю при разных режимах. Вот. Ну что. Сейчас я, значит, возьму это средство. Использую его, как по полной программе. Так. Вот, смотрите, у меня есть вот такие волшебные бигуди. Целая хрустальная ваза, как конфеты. Я вообще люблю все красивое. И вот сейчас я сделаю себе прическу из таких бигудей красивых. Вот. Так. Ну, для тех, кто говорит, Лена, вы, наверное, лысая. Ну, посмотрите, какая же я лысая. Вот, видите, меня такую. Вот такая я. Кстати, могу быть лысой. Да. Вот. Они смеются надо мной, почему я ношу хвост. Ну, нравится мне хвост. Нравится мне быть вот как Анжелика. В таком стиле. Потому что волосы свои вырастить вот в этом мире оказалось очень трудно, проблематично. Потому что, если раньше женщины не применяли вот красящие такие средства, агрессивные, да, вот, то у них вырастали длинные волосы. А сейчас женщины пользуются всякой дребеденью, конечно. Вот. Но вот это средство к дребеденье как раз-таки не относится. Оно относится к качественному продукту 21 века при уходе за волосами. А вот сейчас я вот так накручу бигуди. Для этого мне достаточно буквально две бигудины, как меня мамочка учила. Вот. Леночка, берешь, говорит, две бигудиночки. Накручиваешь с самых кончиков волосы. И до верха вот так накрутила. Посмотрите, какие у меня хорошие бигуди. Видите? Хорошие, я говорю, хорошие. Так. Ребят, волосы, девчонки. Волосы и мужчины тоже, смотрите. Сейчас у мужчин волосы плохие. Господи, смотрю, скрученные волосы. Какие-то волосы плохие. Сухие, да? Вот девочку показывали с Африки. Она приехала, в Москве живет и говорит, у меня в Африке были очень хорошие волосы. Хлорированная вода убила мои волосы, она говорит. Они попадали, поскручила их как-то. В общем, Аня говорит, у меня кудрявые от природы. Распрямились они здесь, в Москве. Вот. Студентку показывали какого-то вуза. Вот. И она говорит, что волосы очень испортились. Да, вода у нас такая, конечно, жесткая. Вот в Брянске. Она у нас жесткая. У нас не мягкая вода. Если у кого-то вода мягкая, а наша жесткая. Я помню, вот мамина подруга, она смягчала воду, лимонную кислоту добавляла. Она была блондинка. Гидроперидом красилась еще в те времена, да? Когда не было таких красок, как сейчас. Вот. Таблетками гидроперид она красила волосы. И она потом спывала либо уксусной водичкой, либо лимонную кислоту добавляла. И волосы были красивые. У нее хорошие волосы были. Ну, относительно того, что все-таки они сгоревшие, если рассуждать. А сейчас вот такое средство, господи, нам и не снилось раньше это средство. Я всем говорю, рекомендую прямо применять это средство. Это уникальное средство. Вы же видели, да, вот, мои волосы до и после того, как я нанесла. Вот. Но жалко, я вам не показала сухие мои волосы. Вот какие они у меня, как они у меня выглядят. Я вам даже продемонстрирую в отдельном видео. Я сегодня вот упустила этот момент, но уже не хочу смывать это средство. В принципе, я могу вам продемонстрировать после того, как сейчас я вот сделаю вот это, да. Я могу вам показать, смыть это средство, помыть шампунем волосы. И показать вот волосы после сушки феном, которые не обработаны вот этим вот спреем, а не смываемым. Вот, я могу вам показать, продемонстрировать. Так, ну что, вот накрутила я буквально, да. И включаю фен. Вот, термос.